Как шутили собравшиеся, место для тренировок экстремалов выбрано очень удачное, рядом с центром экстремальной медицины. Впрочем, по словам тех, для кого предназначен скейт-парк, предоставленная территория очень удобна. Парк Победы – практически центр города. Перед тем, как разместить оборудование, коммунальщики привели в порядок территорию и заасфальтировали площадку. Роллеры, скейтеры и велобайкеры говорят, что оснащение скейт-парка на очень высоком уровне. Это единственный парк в Украине, который можно трансформировать под себя. То есть переделывать всякие радиусы, повороты, трубы переставлять. То есть это лучшая площадка в Украине, скажем так. Дать возможность запорожским экстремалам, что называется, оттянуться по полной, городская власть решила после того, как десятки тысяч гривен были потрачены на восстановление гранитной и мраморной облицовки памятников, фонтанов и аллей. Оттачивая свое мастерство, где придется, скейтеры, роллеры и прочие экстремалы наносят значительный ущерб городскому благоустройству. В конце концов, отцы города приняли с Соломоново решение не бороться со спортивной молодежью, а организовать для нее постоянное место тренировок. Начиная от парка Металлургов, в котором памятник Металлургов, сегодня мы вынуждены восстанавливать плитку толщиной 20 миллиметров мраморную. Они ее побили. Ребятам, которые увлекаются экстремальными видами спорта, сказать им, что вот нельзя и все на этом. Этим мы ничего не добьемся. Сейчас оборудование здесь арендованное. Однако в скором времени в Парке Победы появится уже своя городская площадка. Решение построить скейт-парк поддержали депутаты Горсовета на недавней сессии. Они же предложили предприятиям всех форм собственности, политическим партиям и организациям на деле доказать свою любовь к подрастающему поколению и перечислить на строительство экстремального парка по сильную сумму. На сегодняшний день мы готовы перечислить 5000 гривен на начало строительства такой площадки для ребят. Потому что мы организовались, чтобы объединить молодежь неформальную, чтобы не портилась архитектура города. Комплект оборудования скейт-парка, арендованный городским руководством, в свободной продаже стоит 50 тысяч долларов. Однако, по мнению коммунальщиков, запорожские предприятия в состоянии изготовить такой же скейт-парк за намного меньшую сумму. Продолжение следует...